Рекламно-информационная программа Культпоход Добрый день, добрый день Начинаем программу Культпоход, как и обещали, да? И в студии по-прежнему Светлана Занько И Николай Голиков Я сразу там образы правления в руки Николая передаю, потому что Культпоход это культовая программа, ваша с Володей Я обложилась книгами, призами Я их готова рекомендовать Тема у нас сегодня совершенно интересная По-моему, в Культпоходах такого еще не бывало Мы сегодня будем говорить про чай Не бывало, да И не про тот чай, который у нас в кружках налит Этот чай, так сказать Тут водичка У меня чай Это просто чай А мы будем говорить про непросто чай У нас есть непальский, между прочим, вот там чай Вот даже когда он там лежит, это все просто чай Потому что, да, вот когда чай вовлечен в некий процесс, да Или там в чайную некую церемонию В некую атмосферу, в некую обстановку Это совсем другой чай, вот о нем мы сегодня будем говорить Это при этом так пристально смотришь на наших гостей Да, пора уже представить Да, ну, господи Раз мы начали говорить про чай, то, естественно Кто у нас сегодня в гостях? У нас в гостях Захар Шашин Это руководитель компании мойчай.ру в городе Кирове Захар, добрый день Добрый Вы уже бывали в этой студии немножко, так сказать, в другом образе, да? Ну, с чаем я здесь тоже был А еще у нас сегодня такой замечательный гость Сергей Шевелев Это не просто так сказать, вот Сергей Шевелев Это основатель компании мойчай.ру Есть такое, да Да, Сергей, добрый день Добрый Который в Кирове руководит Захар Шашин Вот такая у нас сегодня парочка, да И повод у нас информационно очень простой В Кирове появится место, где научат правильно пить чай Да Вот так вот упрощенно Чайный клуб Чайный клуб Мы это называем чайной комнатой, потому что он такой камерный клуб Захар, расскажите нам, пожалуйста, и Сергей Вот мы тут обставлены камерами Целые три камеры У нас какая-то прямая трансляция есть? Нет, нет, нет Это запись для Это у нас создают камерную обстановку Камерная обстановка возникает Обставили Комната Предлагаю забыть Одну из камер у нас здесь Нам как раз вот не хватает Мы вас забудем запись, которую мы сегодня произведем Она делается для блога Потому что я веду блог образовательный про чай на Ютубе И для этого, собственно, идет запись Круто, отлично Наша студия будет в блоге Да, и причем Сергей, как я понял, не просто так откроет эту чайную комнату Он еще так активно пообщается с любителями чая в городе Кирове Прямо сегодня в 17.30 в Герцинке, да? Сегодня, да? 31 августа в 30 Сегодня у нас будут библиотеки Да, библиотеки имени Герцина у нас, она так называется А завтра будет официальное открытие клуба Вот Поэтому уже сегодня, пол шестого, можете встретиться с Сергеем И поприсутствовать на презентации книги География китайского чая Это ваша книга? Да Ну вот А я еще вставлю Послезавтра, 2 сентября, будет лекция в ботаническом саду ВятГУ, где Сергей расскажет про аспект бизнеса Стартап международного бизнеса в России Как я создал мой чай-ру Ботанический сад в ВятГУ В 17.00, 2 сентября 4 в 16 там Смотрите, надо исправить, у меня в 17 написано 16.00 Ну, кстати говоря, ботанический сад, они молодцы, они за это лето провели уже не одну лекцию, очень интересно, я вижу там видеотрансляции, большое количество народов собирается Сергей, вы не были еще в ботаническом саду у нас? Еще не был То есть я хотел как раз спросить, а когда они наконец-то там чай начнут выращивать? А мы там уже пока не выращиваем чай, но поем активный чай все лето Подготавливаем почву под выращивание Потому что чай вырастить, им надо горку такую, знаешь, насыпать хорошую А не на то и специалисты, чтобы на горке-то и дурак вырастет, господи Коллеги, значит, у нас культпоход, это значит, что после первого перерыва, через 6 минут мы уже начнем разыгрывать разные призы, о которых я вам расскажу чуть позже Сейчас действительно очень интересно рассказать про историю с мойчай.ру, потому что в Кирове есть магазины, которые продают китайские чаи И поклонники этого чая знают, где купить, я ничего не знаю, мне иногда дарят, но я очень люблю Я люблю и пуэр, я люблю и зеленые различные чаи, я в них мало что понимаю, но я всегда завороженно слежу за тем, как его разливают, как его, кстати, моют сначала, там разливают Первый пролив, да, наливают, значит, чашечку какую-то, потом мне еще рассказывают про все это Ты впадаешь в медитативное такое состояние и понимаешь, что, конечно, ну вот, да, вот сейчас, значит, меня вольется такая энергия, она там трансформируется в другую Чем мы отличаемся? Самое главное, пожалуй, отличие от магазина, то, что мы не магазин То есть мы и магазин, но в первую очередь это клуб, это пространство для встречи, это пространство для дегустации чая Где можно какое-то мероприятие провести, где можно собраться с друзьями, прийти одному, то есть это место встречи, прежде всего пространство для коммуникации И именно недаром название вашей программы очень подходит название нашего проекта, потому что мы себя позиционируем как культурный проект Конечно же, это чая торговля, но не просто торговля, и мы продвигаем на чайную культуру Потому что я считаю, что это очень классный инструмент, универсальный инструмент, как и коммуникация, так и замена каким-то вредным зависимостям, так и просто провести время за чаем У нас слоган хороший еще у культпохода есть, организуйте свой досуг с умом Абсолютно про нас, да, то есть чай, он трезвая обстановка, да, где люди все-таки расслабляются, потому что чай дает нужное состояние, нужный настрой И это идеальный, просто считаю, напиток для общения Расскажите про ваш клуб, на Урицкого 5 вы открываетесь, да, подъезд номер 1, домофон 2 Такой сложный адрес, да, сложный адрес, Урицкого 5, подъезд 1, домофон 2 Расскажите, пожалуйста, про сам клуб, как он выглядит, как мы туда попадаем, да? Да, самый простой заход к нам, это с улицы Казанской 54, это здание Вятского художественного училища Слева от него есть проезд, этот проезд упирается прямо в окна нашего чайного клуба или нашей чайной комнаты Сразу можно определить, где мы находимся Но здесь есть маленький нюанс, что это такое хитрое здание, там первый этаж, это не жилой фонд, а дальше идут уже жилые И заход идет через подъезд, поэтому нужно позвонить в домофон 2 Клэст Клэст, ну это, знаете, вообще эта зона города, она похожа на Петербург, она похожа на Ригу в чем-то Вот я иногда там с утра иду и ощущаю себя как будто вот где-то там, потому что кирпич вот такого цвета, чисто, красиво, хорошо И поэтому, ну, наш проект, он серьезный, он большой и направлен на развитие города И поэтому я предлагаю всем гостям воспринимать это не как квест, а как просто идею о том, что, а может быть и так Вот как я могу это сделать? Я могу, как вы, утром пройтись по Казанской, зайти к вам? Или я должна позвонить куда-то? Я должна ко времени какому-то прийти? Как вы функционировать собираетесь? Расскажите про эту систему Мы работаем с 10 до 10, каждый день, без выходных Без предварительной записи Без предварительной записи, но если вы хотите, например, занять нашу самую популярную восточную полянку, где можно посидеть, полежать, как угодно, развалившись Что значит полянка? Так, вот давайте поговорим уже тогда о топографии в этого проекта Что такое полянка? То есть это где-то за домом какая-то полянка? Это место, где... Название Чай, да, разные зоны То есть там несколько зон, помещение большое вообще, Захар? 49 квадратных метров, это сам зал, ну и плюс еще подсобные помещения В этом зале есть определенные зоны, да? Да Есть европейские зоны, где вы сидите за привычными столиками, можете попить чай, а можете попить по-восточному, как бы на подиуме Вот, в принципе, это формат тоже нашего клуба В Кирове, как уже сказал Захар, получилось такое камерное заведение, но, может быть, оно и не последнее Потому что мы сейчас делаем в основном клубы немного больше, но я думаю, что это тоже очень хорошо Потому что другая атмосфера получилась, но в целом соблюлась наша, как бы вот... Но эти зоны разделены каким-то образом? Ширма Ширма, да? Да, да, да То есть нет такого, что я тут сижу за... Нет Кто-то на полу у ног моих? Нет Не у ног, а на возвышение А наоборот, то есть я удивляю ног, да? Да, на всякий случай да Совершенно свободно, мы с Колей можем прийти с 10 до 10, да, туда к вам И попить чай И попить чай, и тот чай, который нам понравится, мы можем купить сразу на месте И вы нам расскажете во время чаепития Вот вопрос такой, вы нам еще... Ну вот если вы... Какую-то образовательную часть, да, если мы попросим Чуть-чуть пораньше, если позвоните, то я внесу свой список и лично буду, значит, сидеть с вами 2-3 часа Озвучите телефон Да, мы сейчас 8 922 8 922 948 948 6719 6719 Не попив чаю, не запомнись Звоним Телефон сразу руководителя, да? Вот, сразу звоните У нас такая радиостанция, мы сразу на руководителей выходим Очень большой бонус, потому что, например, в той же Москве, к сожалению, мой личный телефон я не могу уже позволить дать нашим гостям Потому что у нас там 6 клубов, очень много гостей А здесь пока мы в камерном клубе в Кирове, мы еще можем себе позволить такую роскошь Потом я думаю, да, это придется Заказ, если у меня есть желание, да, вот прийти и не просто там, ну, жажду утолить, по-русски говоря, да, именно провести это время в нужном состоянии То я могу позвонить, договориться и как бы получить некую церемонию Можно просто прийти, можно позвонить Позвонить будет проще всем Ну и что, 8 922 9486719 Для тех, кто не запомнил на слух, наша программа сегодня вечером будет выложена на сайте хакерова.ру И вы можете переслушать, записать, позвонить Захару, прийти в чайный клуб Наурицкого 5, подъезд 1, домофон 2 Узнать все о китайском чае, попить его, побеседовать, избавиться от вредных привычек На заметочку себе поставят все, у кого они есть Закупить нужный чай и потом все это воспроизвести у себя дома, на работе, с коллективом, с друзьями Еще удивиться Удивиться Вот как вы будете удивлять и чем удивляет чай, мы поговорим об этом после короткого перерыва Культ поход Ну что, возвращаемся в нашу чайную комнату, да? Да Захар Шашин, руководитель компании мойчай.ру в Кирове у нас в студии Сергей Шевелев, основатель компании мойчай.ру Товарищи, самое время представить, да, наверное, правильно, Коля, я делаю, ты меня корректируешь? Нет, я думаю, вот что, Свет, мы сейчас немножко еще поговорим, да? Как раз перейдем, собственно, к культурной составляющей этого проекта, потому что мы когда говорили, что это не просто, вот, да, вот, бизнес Ну, я расскажу немного про историю, да, потому что мы начали так сразу с жару, немного не сказал про сам проект Проекта уже скоро будет 10 лет Мой чай, он основан, собственно, мной И по истоку стояли мы практически становление современной чайной культуры в России Вот, в том числе, к нам присоединился, в общем-то, старейший чайный клуб в России в этом году, который в 96-м году был основан Поэтому большая, как бы, скажем так, бэкграунд большой Чем мы занимаемся? То есть, помимо торговли чая, мы занимаемся тем, что, когда я езжу по Китаю, я снимаю очень много видео И мы рассказываем про то, как делается чай, где его выращивают, какие-то культурные особенности локальные Я рассказываю о том, как его заваривают, то есть такой образовательный блок У нас что-то со звуком, с микрофоном у нас что-то Можно поменять микрофон? Ну, как? Да, вы говорите, вас слышно, но мы сейчас попытаемся Просто немножко такое ощущение, что вы... А вот возьмите, да, кстати, у Захара, а сейчас Денис Князев, наш звукорежиссер, разберется Да, и снимаю образовательное видео, и это получается такое некое пособие для очень многих людей, кто интересуется вообще чаем, китаем, культурой И так получилось, что блок достаточно популярным В принципе, это сейчас самый большой, наверное, в Рунете именно видеоматериал И, кроме того, все это время мы писали очень долго книгу, как раз о которой была речь Которая будет презентоваться, да? Да, сегодня в 17.30 в библиотеке Книг Герцена Забегая вперед, скажем, что это будет один из призов Это будет один из призов сегодня в 17.30 И, значит, помимо этого... О, хорошо Да, помимо этого мы постоянно именно делаем упор на то, что мы все наши клубы, мы делаем и на клубами, где происходят какие-то события Где происходит обучение к тому, как правильно заваривать чай, где происходят концерты, мероприятия, какие-то конференции, там мастер-классы, самые разные То есть некий такой культурный центр самых разных людей с разными интересами, но главный такой фундамент, пожалуй, это здоровый образ жизни Потому что я сам и большинство моих сотрудников все продержатся полного отказа от любого алкоголя, сигарет, всего, что только можно И мы продвигаем чай как вот такую сильную альтернативу и как такой фундамент И на этом фундаменте уже все остальное очень потихонечку устраивается Это такая принципиальная позиция Ну, я думаю, сейчас мы Сергея попросим вот о планах вот именно с точки зрения культуры наполнения этой комнаты Есть уже какие-то вот... Да, Захар Не смотри на Сергея, говорю Есть, конечно же, планы, они уже реализованы, отчасти отчасти будут реализовываться Например, у нас выставочное пространство Стены Стены, где есть подвесные системы, есть профессиональный свет выставочный И там сейчас вот к открытию подготовлена выставка travel фотографий Артема Микрюкова, кировского travel фотографа Очень душевные, очень интересные фотографии, сделанные им в Грузии, в Карелии, вот в таких поездках Очень тоже интересный человек Я думаю, что через некоторое время можно будет как раз повнимательнее посмотреть на наш YouTube нашего клуба И там будет большая история об этих фотографиях, вот, и уже можно сейчас приходить и посмотреть, что это за выставка Дальше какое насыщение Поскольку я преподаватель университета и мне интересно выступать в первую очередь с интеллектуальной нагрузкой То вот у нас планируется большой лекторий, где бы не только я солировать, но и там какие-то друзья, знакомые и просто приглашенные люди В том числе через интернет, современные технологии все-таки Вот, и культурная программа еще по искусству Ну, в частности, поскольку у меня второе образование кино, вот, мне интересно смотреть не просто кино, а его понимать, разбирать, вписывать его в историю Ну, мало кто знает, кто такой, например, молодого поколения, кто такой Бастер Киттон, да? Я не молодой поколения, я не молодой поколения, я знаю А это один из ключевых комиков немого кино Прекрасный, просто совершенно современный режиссер, хотя он делал свои фильмы там сто лет назад Вот, к примеру, это... Господи, молодое поколение мультипайтонов-то не знает, а не то, что... Вот, такое, то, что лежит не на поверхности, то, в чем желательно разобраться Но как только ты к этому прикоснешься, а это, в принципе, вся история чая, да? Он не лежит на поверхности, как только ты к нему прикасаешься, ты понимаешь глубину Ты понимаешь, что ты туда можешь падать в эту глубину долго-долго, плавать в этом океане Не только, да, океане чая, но и к океане еще и культуры, что для нас очень важно Где можно следить за, в общем, жизнью чайного клуба? И, ну, то есть, ты не знаю, регистрироваться, сообщать, я приду Есть ВКонтакте, есть большой паблик ВКонтакте Мойчай.ру Есть мойчай.ру Киров Есть Инстаграм, тоже и большой, и наш И есть также сайт мойчай.ру А для Кирова именно киров.мойчай.ру Давайте вопрос от наших гостей Давайте сделаем вот что Гости задают вопрос, а мы прочитаем список призов Задавайте вас первый вопрос Так, мой первый вопрос Вопрос от Сергея Шевелева Первый вопрос очень простой Это для, в качестве приза будет блинчик нашего чая, фирменного И призы, может быть, потом забрать у нас в клубе на Уридского 5 Первый вопрос простой Назовите категории китайского чая То есть, какие виды чая бывают И три ваших любимых сорта китайского чая Категории китайского чая? Все Все? Которые существуют Которые существуют? Их много? Ну, их не очень много Программы хватит, чтобы озвучить Хватит, хватит Категории китайского чая И ваши три любимых вида За это вы получите блинчик Потому что они спрессованы в такие блины Китайский чай От чайного клуба мойчай.ру 211-101 У нас есть телефонный звонок Мы его примем Ну, видимо, кто-то уже просто на блинчик позарился И, собственно, я все равно дополнительно скажу Какие еще Давайте сейчас я все-таки назову Поддержим слушателей Слушайте, не кладите трубку У нас сегодня есть Кроме блинчика Китайского чая Еще билеты в драматический театр Я думаю, Светлана, мы сделаем так На спектакль Человек может выбрать любой приз из нашего списка Можно я озвучу, пожалуйста? И получить еще и блинчик, конечно А, вот так? Ты хочешь два приза? А почему нет? Вопрос в статье серьезный О, счастливчик сейчас будет у нас история Итак, билеты в драматический театр Мы о спектакле говорили уже и сегодня Марина Поля 9-го числа Билеты на любой фильм И сеанс в кинотеатр «Дружба» Галерея «Прогресс» работает до 9 сентября Эта выставка Оттепель выдающегося советского и российского фото-журналиста Классика отечественной фотографии Владимира Лагранжа Ограничение 0+, Фото-выставка «Гол» То же самое Там же в галерее «Прогресса» 0+, Билеты на концерт «Юты» Мы еще об этом сегодня поговорим Ограничение 12+, Книжный клуб 12 Завтра, 1 сентября в 20.00 Два пригласительных на «Джаз Мансард» Станислава Хусаинова 12+. И книги от магазина «Читай город» Магазина расположена в Преображенске 65 и Ленина 103 Книги Лены Аверьянова «Нен» Это нормально, четкое, внятное, разумное руководство Коля влюбился в эту книгу Потому что это лучшая книга о беременности Это книга о беременности и воспитании детей до 3 лет Хотя, я думаю, про беременность тоже мужчинам Для всех мам и пап написано Тебе понравилось, да? Мне понравилась эта книга, да Еще больше мне понравилась книга «Как нас обманывают в магазинах» Потому что я почитал, я понял, что там обман на самом деле На каждом шагу И знай только, ходи медленно Вот, прекрасная книга Секрета выбора качественных продуктов от Первого канала Да-да-да, но это программа Первого канала, которая идет Здесь все это собрано вместе И книга, которую я не хочу разыгрывать Так-то уже все, значит, не называть ее, да? И это тоже пройдет книга, да? Милена Бускетс Мировой бестселлер Умный, тонкий, эротичный, абсолютно европейский роман И еще книга Ксении Букши «Рамка» Это эксперимент по современной поэтессе Журналистки и писательницы 18+. Вот сейчас будет у нас Ощи Сливчик Слушатель на связи Получает, если он правильно ответит Блинчик китайского чая От наших гостей Мойчай.ру И любой приз на выбор Добавку Алло, добрый день Здравствуйте Да, представьтесь, пожалуйста Андрей Андрей Жигалин Ну да Умеет Андрей, да? Он вовремя Небольшой город Лучше получить от нашего Андрей, ну у вас очень ответственная на самом деле задача Потому что от вас требуется назвать все Все категории Китайского чая И три любимых сорта Ну, сперва я приду привет Захару Шашину, конечно Замечательному совершенно человеку Вот А виды чайов такие Красные Черные Белые Бирюзовые И какой я еще не назвал Так, 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 так Еще не хватает одного Еще одного не хватает Двух, если честно Даже двух Но мы простим Я думаю, да Довольно-таки серьезно Красный, черный, белый, бирюзовый Но еще такой цвет лета Ну и самый Зеленый Да, самый обычный цвет Зеленый Зеленый И еще есть побеги, почки Ну, это бывает во всех этих Это Пуэр ООН И Тигуани Наверное Ну, подает Можно? Хорошо Я бы зачел этот ответ Потому что я половину этих слов просто не знаю Что выбираете? Уже Да Ну вот А вот еще говорили про книгу про чай А это не там А это сегодня вечером в Герценке Ага Книга про чай Нет, подарок будет Но это будет более сложный вопрос Это будет другой вопрос Да Андрей, рано позвонили Андрей, что из нашего списка? Ну вот, кроме блинчика чая еще можно, да? А вот книгу Как нас обманывают в магазинах? Все Почеркиваю из списка Теперь я понимаю Спасибо Главная проблема, которая тревожит Андрея Жигалина Он, видимо, часто ходит в магазины Это книга потребовалась Продолжаем История Давайте про чай все-таки поговорим До ближайшего перерыва Действительно Вроде бы очень много говорим о китайских чаях И многие его пьют И вроде бы все известно Но такое ощущение, что все равно Ну вот все равно Там не хватает времени на то, чтобы разобраться На самом деле это целый мир Вот И я скажу, что Многие знают, кто знакомств нам поближе Что я бываю в Китае в среднем полгода в году Например, в этом году я там был Весь март, апрель, май Часть марта А, ну, часть января и часть июня Вы там конкретно по чайным плантациям? Да, по плантациям, по заводам По фермам, по крестьянам То есть по горам То есть весь юго-восток Китая, Тайвань Это постоянные мои точки визита И это у вас там Вы сразу убиваете несколько зайцев Потому что вы изучаете и производителей И производите закупы для своих Я в любом случае Я размещаю заказы Более того, большинство чая мы делаем на заказ То есть это не то, что там Я купил что-то готовое Как правило Какие-то крупные партии Там со второго раза начинаю Я уже всегда заказываю Бывает, что даже с первого знакомства А не под вашей маркой идут, мой чай? Да, очень много прессованного чая, который брендирован Рассыпной чай, естественно Он не брендирован Но мы его сами здесь уже фасуем в России В наши пакеты фирменные То есть это как бы идет так Да, и во время этих поездок Естественно, я постоянно дегустирую Постоянно знакомлюсь с производителем Иначе чай хороший сложно купить То есть можно, конечно, покупать Где-то там в интернете в Китае Можно ездить на рынке Как это делают Многие крупные наши фирмы Почти все закупаются Либо дистанционно Это большинство Остальная часть ездит на крупные рынки Там в Фанцун, в Гуанчжоу Там в Малиндау, в Пекине Россия большой закупщик Большой клиент для Китая Нет А кто в мире лидер? В России много пьет чая, безусловно Это в топ-5, по-моему, входим По употреблению чая в мире Все-таки входим в топ-5 В топ-10 точно Вопрос именно китайского ли чая? Китайского, китайского И китайского, и индийского На самом деле там не конкретизируется Какой именно чай, если говорить о потреблении Но в плане объемов, конечно, мы не очень большие Для Китая есть определенные сорта Которые у нас хорошо Тот же Пуэр много в Россию уходит Какие-то сорта красного чая много уходит А почему так случилось? Так случилось Почему именно эти чаи? Потому что север холодно И Пуэр, опять-таки, отвечает нашему настрою Люди русские, они такие, как бы По крайней мере, да Внешне суровые Вот, внутри, конечно, все мы добрые Замечательные, но внешне мы очень суровые А Пуэр какое-то влияние? Пуэр, он бодрит Он, как бы, мощный такой чай, рабочий Чай для работяг Я его тоже люблю Я работяга Но Пуэр тоже очень разные бывают Можно, на самом деле, очень долго рассказывать Про категории Потому что даже, если Пуэр взять как пример Бывает Шу Пуэр Это то, что мы знакомы больше всего с ним Это ферментированный Пуэр Он дает такой черный настой Черный практически, если сильно заварить И даже внутри Шу Пуэра Тоже еще 10 подкатегорий По сырью То есть там, например, только почки Это Дадинья, большие золотые почки Потом есть малые почки Это Гунтинь, Дворцовый Пуэр Есть виды, там, значит, скупожирного сырья С листьями и так далее Потом еще есть Шу Пуэр Это вообще другая категория Это светлый Пуэр Они все разные влияния на организм человека оказывают Да, конечно И, ну, если Шу Пуэр разделять, там, может быть, по влиянию Я бы не стал Все-таки это просто подкатегория нутрияного вида То, например, Шу и Шу Пуэр Шу Пуэр Это сырой Он, конечно, различается Вот скажите мне, Захар и Сергей Я сейчас задам вопрос И мы уйдем на перерыв Просто я, когда думаю о китайских чаях Я все-таки думаю, что надо в них разбираться Это не просто пакетик кинуть в чашку Там в любое время На самом деле есть две вещи Первое По влиянию на организм именно Мне кажется, что они какой-то мощный Вы можете разбираться и погружаться в это Но для того, чтобы начать знакомство, не нужно разбираться Я вот об этом Потому что для многих такая, знаете, дистанция сформируется сходу Ой, ну это очень сложно Наверное, надо мне там быть 5-7 пидей во лбу Чтобы научиться просто заваривать Это не так То есть можно просто начать и потихонечку погружаться Но для начала не нужно обладать никакими знаниями Достаточно прийти в нужное место, которое у вас есть О котором мы сегодня говорим, да? Да О котором мы сегодня говорим Мойчай.ру, Уридского 5 Прервемся на полторы минуты Продолжим наш разговор с гостями И розыгрыш призов Культпоход Продолжается программа Культпоход Напомню, телефон нашей студии 211-101 Мы, по-моему, с этого не называли сегодня Нам звонят уже даже, когда мы не называем эти цифры Да, 211-101 номер телефона прямого эфира Я тут, Коль, ты знаешь, сконцентрировалась на теме нашего Культпохода В Кирове появится место, где научат правильно пить чай Оно уже появилось? Появилось Все, появилось, товарищи, они появятся Уридского 5, подъезд 1, домофон 2 Официально открывается 1 сентября Но уже работает Все, вперед Захар Шашин, руководитель компании мойчай.ру В Кирове Сергей Шевелев, основатель компании мойчай.ру Перед тем, как Коля сейчас задаст вопрос по викторине Сергей, а сколько у вас уже в сети точек 19? А районы, регионы, Тюмень, Уфа, если это я начинаю издалека Потом, значит, Нижний Новгород, что ближе сюда к Кирову Москва, Петербург, Калуга, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар Вся география, кроме Владивостока И Калининграда пока еще нет Но мы сейчас активно думаем о дальнейших шагах Викторина возвращается Значит, я хочу, во-первых, сказать, что 29 сентября у нас в Кирове, в ДНТ Выступит одна из самых удивительных певиц Один из самых удивительных коллективов Это Юта, также известная, как Анна Осипова и компания Вот я попрошу фрагмент ее голоса послушать А потом задам свой вопрос Вот Володя Юту представляет с большим чувством, Коля Он ее любит Она немножко не в моем вкусе Тем не менее, отдаю ей должное 29 сентября в 18.00, ограничение 12+, в ДНТ Билеты во всех кассах города Также по телефону 266096 от организатора Даниила Буторина А вопрос у меня тоже музыкальный, но с Ютой никак не связанный Потому что я люблю старое что-нибудь Я же человек возрастной И еще в том выпуске я начал такую тему Что помните советские пластинки такие, да? Где было написано вокальный инструментальный ансамбль Без названия Без названия И были какие-то песни по авторам песен Можно было догадаться, кто что поет Вот сейчас включится еще одна такая песенка Довольно интересная история Эта группа первый раз от пластинка вышла просто надпись Вокальный инструментальный ансамбль Второй раз было еще смешнее Выпустили с надписью вокальный инструментальный ансамбль И дали название в переводе с английского на русский Ну, знаете, примерно, как пачка сигарет верблюд, да? Вот, это было чудесно совершенно Вот сейчас я предлагаю послушать немножко песенку И дать, наконец, этой группе ее настоящее название Вопрос трудный И тот, кто на него ответит, получит билеты на Юту Ну, он был там За год или так Что-то случится Очень скоро я знаю Я слышу его играть Субтитры подогнал Субтитры подогнал Субтитры подогнал Субтитры подогнал Субтитры подогнал Субтитры подогнал Так Что не сделаешь, чтобы получить билеты на Юту? Так что, ребят, подсказок я пока давать не буду Это 72-й год, разве что подскажу, да? И потом, когда вы название этой группы дадите Скажу так, она вроде такая легонькая, да? Но вот ее название дало Дало это название группы Стало названием целого направления в музыке Сейчас она называется Bubble Gum Rock А в свое время называлась именно по названию этой группы Вот еще такая маленькая подсказка Присутствующий здесь гости знает ответ? Я не думаю Я не думаю Вы сказали? Он сказал? Нет, это не то Нет? Нет, нет, нет Это вопрос о викторине Вот то, что вы сказали, вот когда появилась Абба, да? Когда появилась Абба На нее как раз и перенесли это название Что они поют в стиле вот этой группы А, вот они, вот, 211-101, пожалуйста Это шотландская группа, подсказываю Шотландская группа Девочка-солистка, вы это уже слышали Окей, хорошо Ждем ответы на вопрос 211-101 У нас остаются замечательные совершенно призы Мне очень нравится, что призы разнообразятся И все круче и круче появляются призы Замечательно, что есть звонок? Нет, нет, нет Она показывает, нет, я говорю, я же еще твердый Мне кажется, что Коля присмотрел какой-то приз просто Вот у нас нет Нет, если долго ответа не будет, я сделаю подсказку Сейчас кому-нибудь подскажет Кстати, история, на самом деле, очень классная Про то, что Коля нас просвещает Потому что у нас культ поход за культ походом Ты больше и больше погружаешься и в эстетику рока И вообще в стилях начинаешь разбираться И группы какие-то Светланд, давай вернемся от рока к чаю Потому что это Любит Коля, комплименты принимай Я люблю про чай Давай Вот, так как мы уже заговорили про чайный клуб Вот про этот чайный бизнес В целом, вот эта книга, которая будет сегодня презентоваться Она уже вот Она уже вот Она уже, то есть она живьем присутствует Она уже живьем присутствует в Кирове И причем уже не первый день Да? Да И издалась она в начале августа Это такой результат пятилетней работы Именно У нас слушатели обычно спрашивают Это книга толстая? Толстая 464 страницы 2 килограмма веса Андрей Жигалин, ты очень рано позвонил Все как надо Второй звонок от тебя мы уже не примем Ты очень любишь толстую книгу Вопрос, да? Вопрос Не-не-не-не Почему? А почему? Только что твой прозвучит Да пусть звучит, пока думает над этим Ну ладно, окей Давайте, пусть будет два часа в эфире, конечно Хорошо, хорошо Ну, значит, тогда вопрос такой Нужно Это суперприз То есть, может быть, потом, конечно, будет что-то еще Но пока это суперприз Нужно рассказать своими словами Как правильно заваривать китайский чай Именно традиционным способом По традиции гунфуча И, во-первых, сказать, что такое гунфуча И рассказать, как правильно заваривать И очень важно не прочитать Очень важно не прочитать это в интернете Потому что, если вы это будете читать с гугла Это будет сразу понятно Нужно сказать своими словами Ну, обычно мы приветствуем людей Мы людей приветствуем, которые берут гаджеты и ищут Они хотя бы узнают, что это такое Сергей, пусть они зайдут хоть в интернет и посмотрят Ну, может, у них хватит Гунфуча А, между прочим, смотрите, какая история Те, кто знают, как по традиции гунфуча заваривать Они и так в чьях разбираются А мы сейчас с вами кому-то новый мир откроем Добрый день, вы в эфире Алло, здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Александр Александр, на какое вопрос вы будете отвечать? Про чай Про чай? Он более легкий оказался Может быть, просто чай более интересен Итак, как вы завариваете чай по традиции гунфуча? Значит, во-первых, кружки ополаскиваются кипятком Они должны быть теплые Первая заварка сливается Заваривается второй раз Закрывается крышечкой Все это дает постоять А что за кровать за крышечкой, подскажите? Какой сосуд? Та посуда, в которую и наливается чай, и где заварка Такая маленькая чашечка с крышечкой Мы не знаем, как она называется Да, да Так, дальше И, значит, с каждым следующим завариванием Чай выдает свои новые эмоции Видите, как человек старается Я вижу Сергей Сергей, давайте Он очень хочет просветиться и прочитать вашу книгу Мне лоббируют интересы слушателя, поэтому Вы хотите эту книгу? Слушайте Да, хочу Конечно Я хочу Вы ее будете дарить или читать? Сначала почитаю, потом подарю Видите, два человека уже просчитают эту книгу А может быть и больше А может быть и больше А может быть вы знаете какие-нибудь интересные китайские термины, связанные с чаем? Например, в каких чайниках обычно принято заваривать чай? В длиненых А какой глины? Белая глина Белая глина для воды Хорошо, ну ладно Ну, это вы уже, ребят, уже слово глины было произнесено Это все это есть в книге? Это очень важное слово Про посуду будет вторая книга А это будет вторая? А это про чьи? А это про чьи? Ну что ж, я думаю, что ответ мы Поздравляем с книгой Зачли Книга Ваша Ну и как ее получить? Вы узнаете у нашего редактора, а не кладите трубочку Вот Я тем временем, видимо, сделаю подсказку по поводу моего вопроса Потому что как бы в названии этой группы есть слово дорога Роуд Да? У дороги есть начало У дороги есть конец А есть еще такое место, как называется эта группа Эбби Роуд Так, тихо, тихо, тихо Это название улицы А здесь вот какая-то часть дороги Которая между началом и концом, середина Вот Тот, кто правильно ответит, какая же часть находится между началом и концом дороги И переведет еще на английский, дай бог Тот получит билеты на верту Призов много Да, призов еще много, кстати И вопросов бы много Может быть Светлана, у тебя есть вопрос? Нет, зачем? Нет, да Ребята, тогда задайте еще один, пусть висит тоже в эфир Еще один Конечно Так, ну ладно Чай сегодня популярен Еще один вопрос Хорошо Вот мы говорили про глину И название правильного сорта глины еще не было произнесено Нужно назвать три ведущих керамических центра Китая Где делается посуда именно для заваривания чая 211 стадия Это название населенных пунктов Название населенных пунктов и вида керамиды, которая там производится Три ведущих керамических центра Китая Даже за это дадим вам приз Вообще там их много Но вот эти три касаются именно чайной посуды И нужно сказать, чем каждая из них отличается Ну это бы не надо, ну это слишком сложно Давайте хотя бы три ведущих А вы нам о том расскажете Ну давайте Чем они там конкретно занимаются Интеллигентный город Китая должен знать Вот понимаете, у нас открылась чайная комната Вот давайте через год проверим, как эта чайная комната работает Это хорошее предложение, я согласна Вот такого рода вопросы будет задавать Я согласна И Азахар уже будет сидеть и краснеть Ага, вот это мы как-то работу пропустили Вот у нас сейчас приезжают сотрудники Они когда читают, книга вышла Они говорят, сейчас все гости наши все будут знать А мы-то еще прочитать Так это же опять же хорошо Есть разные гости Есть гости, которые в книгу читают Для того книга и вышла, да А есть гости, как я, которые там вот только из рук в руки, из уст в уста воспринимают У нас есть желающие ответить Добрый день Здравствуйте Здравствуйте На какой вопрос? Я хочу ответить на вопрос Николая На мой вопрос, да? Да Хорошо Светланский вокальный инструментальный ансамбль The Middle of the Road The Middle of the Road Середина дороги, совершенно верно И вот это вот музыка такая Как вас зовут? Гопля-гопля Я зовут Светлана Светлана, что вы выбираете? Она как раз стала у вас стиль такой The Middle of the Road И когда Аба появилась, тоже говорю, они подражают А вы сказали, можно билеты на YouTube получить, да? 29 сентября Дорогущие билеты, как же вам повезло Да, концерт исполнительница Юта 12+, отечественная рок-исполнительница, много лет пишет саундтреки к популярным фильмам и сериалам, выступает с концертами во многих престижных концертах в залах России Ну что говорить, любимая певица Володя Сметанина Ну да Он с сыном собрался идти на концерт Отлично Не клади трубочку, редактор вам объяснит, как эти билеты получить Спасибо, что позвонили Ну смотрите, какая история Я вот на вас смотрю, товарищи Захар Шашин и Сергей Шеверов И понимаю, что очень много, что нужно рассказать нам еще И о чае, и о Китае, и о посуде, и о культурной программе, которая может сопровождать вас, когда люди пьют чай И для таких торопык, как я, которые, когда получают витрину в 350 видов чая, они думают, аааа, нет времени разобраться Лучше бы их было два Мы с вами остановились на том, что о сложности вовлечения в это Помните, вы сказали, что нужно быть семи педей во лбу И мы ничего не можем с этим сделать, потому что программа завершена И нам придется думать о следующих встречах, потому что нет времени больше рассказать О чае можно говорить и нужно говорить, я уверена Я думаю, не нужно быть семь педей во лбу Просто приходите пробовать Да, приходите пробовать, у Рискова 5 Сергей, мне еще очень интересно поговорить с вами как-нибудь в будущем о видеоблогерстве Потому что три камеры, указания и вообще, как развивать бизнес вот такой на чае в России Это нужно просто об этом говорить Приезжайте с платным семинаром, Светлана, у вас уже есть один слушатель Не проблема Что это я получу? Может, Светлана организует? Мы бесплатно с Сергеем поговорим в эфире Спасибо большое Сергей Шевелев, Захар Шашин, Николай Голиков, Светлана Заньков Культпоход завершен Хорошего дня всем До свидания И хороших выходных Приятно Культпоход Культпоход